Хоть официально проект называется «Узведение прибудовы до Литвиновитской средней школы», по сути, это будовательство новой установки. Площа прибудовы больше, чем 2500 квадратных метров. Старого корпуса около 660. Но и от его кончаткового варианта останутся только стены. Все остальное заменяется на современное и безопасное в эксплуатации. Конечно же, реконструирование всегда сложнее, чем новое строительство. Оно обусловлено рядом строительных сложностей. То есть это усиление конструкции, это предусмотр правильных технологических последствий демонтажных работ, таких как кровля, окон и всего остального. Это вносит некую лепту при соблюдении норм и правил охраны труда. Зараз на будовництве Литвиновитской средней школы працуют каля 50 человек. Одны проезжают на объект что день, другие вахтовым методом по два тыдни. Усувезен с великим объемом работ прационными могут быть и суббота, и неделя. Но умовы будовники не скардятся. Кажут, есть все, только працуй. Сгодно с пашпортом объекта сдать в эксплуатацию его плануется в этом году. Причем представники генерального подрядчика, будовничного треста номер 14, кажут, что вероятно это отбудется ранее запланованного. Зараз работы ведутся с опереджением графика. В активную фазу ходят отделочные работы. Как вы видите, уже стены оштукатурены. Вот приходим к шпатлеванию. Завершаем работу по монтажу инженерных сетей. Приступаем к благоустройству. От будинка Литвиновитского сельского совета до будовничной пляцовки усяго некольки десятков метров. А тому за ходом работ старшиня Светлана Попасемова сочить постоянно. Кажет, что темпами работ задоволена и вельмесь подяется, что наступный навычальный год мясцовые школьники почнуть у новой установе. До речи, гэты будынок различаны на 142 навычанцы. По великим рахунку, такая колькость месяцев створается с перспективой на будущее. Все лето в школе вучилися 117 человек. У вересней за парты сядут 128 детей. Надеемся, что к сентябру наши дети придут в это новое прекрасное здание, которое будет отвечать современным требованиям. И мы очень рады, что для наших детей сегодня создаются достаточно комфортные условия для обучения и пребывания в здании учреждения. Олег Сентюров, Сергей Нигаревич, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Кармянский район.